В христианстве утверждается, что Иисуса, мир ему, убили на кресте, верно? Да, конечно. Почему после убийства его на кресте, то есть крест по сути является одним из предметов, которым он был убит. Вы носите этот крест на груди и считаете, что этот крест вас защищает. То есть вы поклоняетесь орудию убийства. Правильно, правильно. Но дело в том, что у креста не только орудие убийства. Мы берем Ветхий Завет, 30 глава, читаем, Таурет, о чем у вас написано, 5 сура, 68 аят. Это у вас написано, запиши. 5 сура, 68 аят, Аль-Майда называется. И там говорится, что Всевышний дал нам Таурет, и мы не можем его откинуть. Таурет это Тора, 5 книг. Это бытие, исход, левит, чисто в Тарзаконе. И там написано, что они приносили в жертву, жертву ягненок, вот у вас АТС Курван-Байрам, его кладут на жертвенник. Христос лег на жертвенник, а жертвенник освящался 7 дней, и кто к нему прикоснется, освящается. А Христос на кресте лежит, то есть прообраз жертвенника. И поэтому мы не орудие смерти, а жертвенник Иисуса Христа. Вот ответ. А почему вы считаете Закира Найка лжецом? Да Закира Найка... Можно одну минуту? Одну минуту. Если даже просто почитать про него, там, наверное, не знаю, может, сотни тысяч людей приняли Ислам с помощью него. Многие люди годами не могли найти себя или в какую религию им уйти, а он, то есть, наставлял, и люди его прислушались. То есть вы думаете, что все эти сотни тысяч людей, которые пошли за ним, это все лжецы? Это все люди, которые не знают Слово Божие. Они не православные, пьяницы какие-то были. Православный никогда не пойдет то, что ему выше дано. Мне тут спрашивают, вы так Ислам знаете, я преподаватель в университетах, и вы понимаете, что такие люди есть? Почему не примете Ислам? Я говорю, человек в здравом уме небо менять на землю не будет. Вот какое дело. Закир Най говорит, Христос никогда не говорил, что он Господь Бог. Он говорит так, а не знает, а Евангелие от Иоанна, а там написано Ильжил, 5 сура, 68 аят. Бог дал нам Ильжил, а в Ильжиле написано, 13 сура, глава, стих. Господь говорит, вы меня называете Господом, и я действительно то. Но все священные писания, кроме Корана, были изменены людьми. Это вам так, вам ни одна буква не исчезла. Как не исчезла? Да так, что оригиналы сохранились в первых веках. И все сравнивать можно. Теперь, кто переписывал, смотрите, Библию, вот строчка проходит, и считается, сколько букв, и на полях пишется. Каждая строчка, сколько букв. Библию, потерять нельзя было, если была ошибка найдена в двух местах, весь свиток уничтожается. Христос говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна черточка не исчезнет. Вот как. Он бодрствует над словом своим. Я вот, смотрите, разговариваю с вами, я вашу книгу не трогаю, не критикую, ничего. Я просто говорю, что я христианин, у меня Библия. А в Библии написано, Галатам 1 глава 8-9 стих, кто к вам будет приходить, Закирнайк или хоть кто, и говорить не то, что в Библии написано, хорем проклятие ему. Анафима. Да, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. А Иисус для вас, по итогу, просто, знаете, непонятно, иногда я спрашиваю у людей, некоторые говорят, что это Сын Божий, некоторые говорят, что это Бог, некоторые говорят, что посланник Бога. И причем это утверждают люди, которые соблюдают христианство. Так, по итогу, вот вы, как человек, знаете, что вы можете сказать? То, что вы сказали, это действительно так. Кроме того, он еще не сказали, что он Бог, второй лицо Троицы. Это все в одном образе. А который у вас Иса, пророк, Иисус Христос, это совершенно разные персонажи. Между ними 2000 лет. Да, об этом написано 19 сура, у вас 28 аят. Не кажется, Троица, это уже как-то уподобление многобожья. Но, заметьте, я вашу книгу еще раз говорю, не протестовываю ничего. Вы говорите про библейское, а Библию в руках не держали, не знаете. Нет, я просто вопрос... Я вам отвечаю. Предусловно, я знаю, что... Я отвечаю. У нас написано так, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Бога чисто, не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А участь лжецов, как Закирнек, в озере Огненном в аду гореть будет. Вот нам Библия что говорит. Так, еще какие вопросы я бы вам задал. А вы Закира Найка на меня выведите? Ему, говорит, передали, он ни под каким видом не идет навстречу. Ну, я ни в коем случае не хочу вас не обидеть, ничего, но просто на самом деле, во-первых, тут я думаю, в чем проблема. Это в том, что ему просто-напросто въезд во многие страны запрещен. Запрещен страны именно где не мусульманские, а где исповедуется основная религия, либо христианство, либо же... В России разрешается, в Россию разрешается. А во-вторых, он, то есть, очень мега-медийная личность, может быть просто поэтому, то есть... А говорите, вот смотрите, сколько людей обратилось, сколько людей за Лениным обратилось, сколько за Гитлером пошло, всю Германию поднял на ноги, они его боготворили буквально. Но кончилось, год метунс, бог снес это все. Но ваших последователей тоже много. Вот вы, когда будет у вас вопрос, вы заходите тогда по скайпу, по скайпу мы друг друга уже не потеряем. Вы молодцы, ребята, вот вы, я гляжу, глаза не обкуренные, я гляжу вот на вас, не материтесь, ксакалов уважаете, это хорошее дело. Спасибо, спасибо. Просто интересно. И вот смотрите, что еще интересно, насколько честно, я сам Библию не читал, но просто, так скажем, прочитал, так скажем, такую информацию, что в Библии утверждается, что, ну якобы есть такие строки, может быть не точно сейчас будут цитировать, это не создай идола. Да, хорошо, это книга, книга исход, 20 глава. В церкви поклоняются иконам. Разные иконы не является идолам. Вы понимаете, вот услышали, то, что вы говорите, это в Таурет, который дал нам Господь, у вас написано, исход 20 глава, там написано, не делай изображение идола, а икона, икона, экон, изображение, повеление Бога, сделайте, херувимов два касаться крыльями будут. Теперь Христос пришел, а тут торгует, и он выгнал всех бичом, и говорит, дом мой, дома молитва наречется, а вот этот дом мой, кто строил? Уже не Соломон строил, а Зарвавель. И там написано так, 47 глава, 17 стих, сделай изображение, икон, экон по-гречески, от потолка до пола резные, снаружи и снутри. Вот, в одном месте говорится, идолов не делай, иконы сделай. Ну, мне кажется, все-таки, ну, это лично мое мнение. Я вам ответил, дальше уже не надо идти. Я сказал, Библия повелела сделать, сделать, и поэтому они сделаны, Христос говорит, дом мой, он их не выгнал, Иисус Христос. Кто делал это? А тех, которые нарушили порядок. А вот, так же еще интересно про, ну, так же читал, что в Библии написаны, то есть слова Иисуса о том, что после него придет, то ли он выразился брат, то ли пророк, и последуйте за ним. Что можете по поводу этого сказать? Это во второзаконии Моисей Муса сказал, у вас перепутано все, Муса. Муса, и там он, говорится, Господь пошлет, говорит, из общества еврейского, которые после этого, вот они там разные, там арабы приходят, не сходятся, и говорит, его слушайте. Это речь шла о Христе, не Христос сказал, а сказал Моисей о Христе. То есть, правильно понимаю, вы считаете, что Иисус был заключительным, последним пророком, либо Богом? Пророков много. Два пророка, которые не умирали на небе, они перед самой кончиной, вот сейчас события как будут развиваться? Денежная система уходит, у человека чип показал, тебя или арестуют, или дадут что. Второе, будет война, Армагеддон, и сколько людей погибнет, и тогда с неба пойдет Христос, и судить будет мир. Мертвые все воскреснут. Все до одного воскреснут. Ну, все-таки, вот, также очень частный вопрос, если вот Иисус, как вы говорите, Бог, а как так получилось, что обычные люди, то есть, могли его, допустим, убить, так скажем? Для этого он и пришел, он, я повещаю, он Бога-человек, запомните это слово, Бога-человек. Бога-человек? Бога-человек, потому что он родился через Деву Марию, воплотился, а как Адама сделал из земли? Бог силен это делать. Вы только сейчас выслушали, вопрос задали, не спорьте. Дело в том, что он умирает по человечеству. Будет прибитый на кресте, он одновременно был и на небе, и был в преисподней. Бога-человек. Бога-человек. Да, половину Бога, половину человека. А можно, вот, еще такой вопрос? Вот вы сказали, Бога-человек, правильно? Да, рожденная Дева Марии, которую вы Марьям называете. Я понял, да, я понял. Если Иисус Бога-человек, а кто тогда Бог на сто процентов? На сто процентов Бог в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И сей сей суть едина, это едино Божие. Это понять никому не дано, это надо верить в это, верою. Я не понимаю, как из земли Бог сделал Адама, как из ребра сделал Еву. Я должен верить. А неверующий Богу представляет его лживым. Бог... Можно? Да, сейчас, то есть, вы утверждаете, что Бог, то есть, это как бы, ну, так скажем, это три основные составляющие, правильно? Не можем говорить составляющие, в трех лицах. Ну, в трех лицах. Да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть, если, вот, мы уберем один из этих, ну, что вы сейчас назвали, я забыл, честно, не смог запомнить, то, получается, уже полноценного Бога не будет существовать. Правильно я понимаю? Или как? Неправильно. Потому что Бог все сотворил через Сына Своего. Иисус Творец Своего мира является. Нет. Я не могу отвечать, вы меня все... Подождите. Вы мне вопрос задаете, ни один вопрос я до конца не ответил. Вы не вопрос задаете, вы хотите, чтобы я поверил, как вы верите, а мне нельзя так делать. Потому что я к этому пришел сознательно, изучал сначала ислам, и нашел, что все это земное. Буддистов, конфуцианство. А когда стал Евангелие читать, моя душа распахнулась, и у меня обращение было стопроцентное. Я понял, этот мир прах. Мне было в 24 года, когда я обратился сознательно, просмотрев все религии мира, какие есть. Мне Бог давал большие знания. Я знал несколько языков, беседовал, поступал в высшее мореходное училище. Не просто так. Нет, да, я верю, что вы более начисленные, то есть более грамотные, и вообще в целом умнее, чем я. Это 100% я даже буду, то есть спорить не буду. Просто вот, ну, у меня возникают каждый раз вопросы, когда вы отвечаете, то есть все новые и новые вопросы. Так, вы можете сейчас открыть 5-я сура Аль-Майда, 68-й аят. Давайте поговорим, чтобы вы понимали, почему я ссылаюсь на этот аят. 5-я сура Аль-Майда. Да, к сожалению, сейчас нет такого возможности. Передо мной в прошлом году прошло здесь 2600 мусульман, и ни один не считал книгу. Какая же это вера? Таркмены, узбеки, таджики, они не верующие. Настоящие верующие это Афганистан, Талибан, Саудовская Аравия и Йемен. Я это достал в Йеменском посольстве. Я знаю, о чем говорю. Да, на самом деле это все, ну, что я могу сказать по поводу этого. Мне кажется, просто верующие подразделяются на две группы. Есть кто соблюдает на самом деле религию, а кто не соблюдает, но хотя бы душою, так сказать, верит. Я, к сожалению, отношусь именно к этой категории. А почему вы бороду бреете? Скажите, вы мне простой вопрос. Почему вы бороду бреете? Что еще раз? Бороду бреете зачем? Я почему бороду брею? Да. Ну, на самом деле, очень легкий вопрос. Я ее очень редко... Ответьте, ответьте так, чтобы это было согласно, Слово Божие, в вашей книге. Что еще раз? Заметьте, в Афганистане, когда умер, у вас бороду разрешают подстригать 6 сантиметров, и у него было меньше. Они пришли, которые там охранники, зиждители мусульманства-то, у него, короче, ему 40 ударов палкой мертвому дали. Да, попрошу вас, то есть, соответственно... Вы, когда зайдете к нам, подождите, на наши ресурсы, сейчас подождите, вы видите, как у нас женщины одеваются. У нас, наша группа, два платка, как хиджаб, платье до полу. У нас этого нет, чтобы она была шлюха-шалава. Когда они идут, у нас после, когда отмолятся, а тут, ну, разная там, с югой, они делают дорогу. Ой, мусульманки идут, они говорят, мы христианки. Нет, мусульманки, они на мусульманок все похожи. Ладно, мы поговорили с вами, у нас уже время утра. Все. Можно будет завтра созвониться. Ну, в это время, вот когда сейчас я нахожусь, можно. По Москве с четырех часов до четырех дня. Все хорошо. У нас сейчас великий пост начался, семь недель пост. Так что мы большее время там проводим, в церкви и дома молимся. С Богом. Так, теперь только не теряйте. Все, у нас установлена связь. Здоровья вам. Я вам что, скинул, посчитайте. Там я отвечаю на 4124 вопроса. Мусульманам отвечаю, вы найдете сайт там. Все, с Богом. Все хорошо, хорошо, спасибо. Благодарю, с Богом. Ну, вот, редкие мусульмане, я утром молился, господи, пошли мне добрых людей. Скажите вашему товарищу, чтобы он бороду не брил, как вы. Хорошо. Это образ Божий, образ Божий, его надо беречь. Это твоя власть над женщиной. А бряются кто? Гомоксюксуалисты и подкаблучники. Ну, это хорошо, ладно, доброй ночи. С Богом. У нас день начался, это Алтайский край. А, все. Так, все, слава тебе, господи. Дал Бог хороших людей. У нас день. Субтитры сделал DimaTorzok